Добрый день, дамы и господа. Попытаюсь не тратить зря ваше время. Вы купили или планируете купить в ближайшее время, или в планах у вас, в каких-то далёких, приобретение тепловизора. Как это происходит? Вы приходите в магазин, вам дают в руки тепловизор. Первое, на кого смотрите, это, конечно, на продавца. Тот светится адским пламенем, далее процедура может чуть-чуть меняться, но она, в принципе, всегда одинаковая. Открывают окно, или вы выходите в коридор, возможно, к подъезду, видите припаркованный автомобиль, прохожих на 50 метрах. Вы смотрите, они все светятся, горят, все читаемы. То есть, понятное дело, хороший тепловизор, надо брать. Далее вы идёте домой, проходит ещё какое-то время, и вы берёте свою дорогостоящую игрушку, выходите на улицу, за околицу, в угодье, и тут происходят какие-то непонятные для вас превращения. И превращение не в вашу пользу. Вы смотрите и не понимаете, куда делось это адское свечение, как в магазине, как в рекламном ролике, что происходит. Есть другой путь. Вы основательный человек, вы перелопатили весь интернет, вы посетили кучу профильных сайтов, и там в чате кто-то из владельцев тепловизоров выложил фотографии со своего, естественно, самого лучшего в мире, тепловизора, этакое око бога, и он утверждает, что он его купил за сущие копейки. Как так происходит? Как вы-то попали. Вот авторы подобных публикаций, они лукавят. А раз они лукавят, и раз есть такой вопрос, надо в нем разобраться и понять, что здесь не так. Но разобраться не словами, а фото- и видеофактами. Давайте попробуем. Думаю, не лишним будет нести ясность в этот вопрос. Мне понадобится тепловизионный монекуляр средней ценовой категории на 384-й матрице, дальномер, портативная, избыточно нескромная метеостанция и объект для наблюдения. Это будет книга. Почему я использую книгу? Потому что она всем понятный и знакомый предмет, с четкими гранями. Хранится она при комнатной температуре, так что перегреться ей не грозит. На приборе установлены усредненные показатели яркости и контраста. Больше они меняться не будут. Четкость изображения настроена на 100 метрах. У нас есть маломерный теплый объект, есть всеми любимые дистанции 100 метров, фактическая погода, температура, влажность и видеофиксация. Мне было очень важно выбрать как сложные, так и благоприятные условия для прибора. И наглядно их продемонстрировать вам. Особо обратите внимание на температуру и влажность. На мой взгляд, это важные показатели. Первое измерение, первый результат. Ролик технический, трудозатратный и, наверное, в некоторых моментах немного даже скучноватый. Но по-другому никак. Это не на форуме пацанов зачитывать и цокать языком, ах, какой отличный тепловизор. В общем, следующее измерение, следующий фотофакт. А вот здесь были наихудшие условия для прибора, на мой взгляд. Два градуса тепла, дождь, форма объекта не читалась, детали ландшафта, их вообще не было видно. Серый фон и объект. Температура упала, чуть-чуть подморозила, и прибор тут же реагирует на эти изменения. Фон просматривается, силуэт объекта более четкий и читаемый. И в очередной раз мы получили картинку, которая совсем не похожа на три предыдущих. И все это при одинаковых настройках. А вот это как раз и есть суть ролика. Фактическая работа одного и того же прибора в разных погодных условиях, не лучшее фото, не рекламный ролик, а то, что вас ожидает. Без ретуши и слов. Хоть за миллион, хоть за два. Попробую подвести промежуточный итог. Ваш тепловизор может видеть вот так. Или вот так. Может показывать, выдавать вот такую картинку. И все это будет являться нормой. Он исправенно работает. И это его показатели при фактической погоде. На конкретной местности. В определенное время. А еще он может показывать вот так. Или вот так. И это работа одного и того же прибора, но в других, более благоприятных для него условиях. Обычно при выборе или покупке тепловизора, вы ориентируетесь на лучшую картинку в окуляре. Ту, которую вам предложили в магазине. Или вы посмотрели в рекламе. Но она всегда разная. Уясните это. Нет прибора, который стабильно, хорошо показывает в разное время. Чтобы картинка всегда была одна и та же. Она всегда разная. Но это никаким образом не умаляет достоинств подобных приборов. Вы обнаружите объект 99 случаев из 100. Один случай оставим, когда вы забыли включить прибор. А далее все зависит от вас. От ваших знаний, навыков и опыта. Чтобы ролик получился полноценным, давайте я вам еще отгружу с десяток лайфхаков или полезностей, говоря по-русски. Как я использую приборы, почему я пришел. Может кто-то почерпнет что-то полезное. Я их специально выписал, чтобы не забыть. Во-первых, на своем тепловизоре я использую подвес. Во-первых, он всегда под рукой. Не мешает, ты его бросил, руки свободны. И во-вторых, я всегда чувствую свой прибор. То есть, потеря дорогостоящего оборудования сведена к минимуму. Второе. После осмотра участка, который меня интересует, я либо выключаю прибор, либо выключаю экран. Ну, это экономит батарейки, но мне на это все равно. Меня напрягает свечение окуляра. Вот по моим наблюдениям, когда я видел люди, работают с тепловизором, вот я вижу невооруженным глазом свечение монокуляра метров на сто. То есть, это как меч джедая. Поэтому посмотрели, отключили, пошли дальше. Третье. Вот работа с тепловизором по поиску подранка. Или если вы находитесь в лесу, не на поле, а в лесу, на высоте, на лабазе, на тристенде, поле зрения любого тепловизора, оно ограничено. Поэтому для быстрейшего нахождения интересующей меня цели, я поворачиваю боком тепловизор. Тем самым количество проводок по горизонту у меня сразу уменьшается. Я прохватываю больший угол. Попробуйте, это действительно работает. Ускоряет процесс обнаружения. Пробуйте. Пробуйте. Далее. При обслуживании прибора. Как я его обслуживаю? Пока жива тряпочка, которая лежала в комплекте. Пока ты ее не потерял, конечно же, тряпочкой. Без усилия, без втирания. Просто смахнул влагу, какие-то там ветки, какие попадали. И все. Когда проворонил тряпочку, обычно у нас всегда есть в куртке средства личной гигиены. Свернул небольшую турундочку, опять без фанатизма. Просто промокнул влагу вот так вот, ну протер и все. Чем дольше бумага лежала, тем она мягче. Очень хорошая штука. Далее, придя домой, уже более глубокая чистка. Там все традиционно, как для любых оптических приборов. Кисточка. Промели. Надо пылесос. Прососали. Далее какие-то там турундочки, палочки, ватные диски. Ну тоже, я говорю, без фанатизма. Пальцами я в прибор не лазаю никогда. Пускай он у меня будет грязный, но я туда не полезу пальцами. Следующее. Вам надо сделать качественную видеосъемку объекта. Как раз в тему нашего ролика. Как сделать, чтобы картинка была качественной. Я, ну во-первых, использую всевозможные штативы. Прибор не оснащен стабилизацией. Приветствуются моноподы. Это очень удобно. Поставили, пошли, выставили. То есть, не надо сразу бежать и покупать монопод. Я его частенько забываю, но у меня всегда есть вот такой вот винтик в сумке с аппаратурой. И в течение минуты я всегда заколхожу себе монопод. Проводки должны быть плавными, нерванными. Забыл. Говорил вам. Я увеличиваю контраст на приборе до максимума. Яркость я делаю приблизительно две трети. И картинка получается явная, выразительная и сочная. Но, отдавайте себе отчет. Вот подобный режим наблюдения очень плохо влияет на глаза. Вы реально слепнете на какой-то промежуток времени. В обычной работе, когда мне не нужна видеосъемка, я наоборот убираю контраст, убираю яркость. Делаю картинку нейтральной, блеклой. Мне нужно всего лишь свечение, я там дальше разберусь. Помните, запасные глаза пока не продаются. Ну и главное, о чем хотел сказать. Попытайтесь свести к минимуму время работы с данными приборами. Посмотрели, убрали от глаза. Глаз у вас ослеп. Что надо сделать для быстрейшей адаптации к темному времени суток. Обычно я использую. Есть там звезды, луна. Но у меня всегда с собой часы. Часы у меня с бледно-голубой подсветкой. Я ее включаю. Глаз адаптируется в разы быстрее. Можно использовать смартфон. Закачайте себе какую-нибудь картинку. Яркость уберите. То есть посмотрели раз на него. Глаз отпускает моментально. Вот, собственно говоря, и все. В качестве паскриптума. Если у вас тепловизор за 50 тысяч рублей, то он так же зависим от погоды, как его собрат за миллион рублей. Ну а если бы я был бы производителем данной продукции, то я бы на первой странице инструкции к прибору написал большими красными буквами. Прибор хорош ровно настолько, насколько хороши вы.